Привет, девчонки! Это Маша. В комментариях были просьбы поснимать каких-то видео с корейскими темами. У них очень специфическое понятие красивого маникюра, много своеобразных трендов. И из всего этого многообразия я выбрала, как по мне, очень интересный вариант – ноготь-кристалл. На фотках выглядит интересно. Я бы не сказала, что считаю этот тренд прям красивым, но это как минимум необычно. Я решила тоже попробовать. Но что из этого получилось, смотрите сами. Для начала небольшой флэшбэк. Техника не новинка. Я уже делала дизайны в технике геометрические грани. И как по мне, вот такая льдышка – это более все-таки приземленная к нашим будням версии, чем объемные кристаллы из геля, которые изваяли прямо вот на ногте. К тому же делается легко. Нарезали полосочки из пленки. На тот момент я использовала фольгу для литья. Разложили ровненько, ну и как бы все тут. Я тогда не встречала ногтей кристаллов, и для меня было большое удивление, когда почти через год я увидела на Алишке вот такие трафареты. Ну, тихонько про себя порадовалась, и ладно. А тут эти штуки стали у корейцев трендом, так что... Ну, я тоже решила попробовать геометрические блики в таком аплуа. Один ноготок сделала клиентке кристаллом, и давайте покажу, как это было. Пока мы не начали, сделаю маленькое объявление. В МКосметике сейчас проходит акция на Уна Люкс. При покупке трех четвертый вам дарят. Количество подарочных лачков ограничено, поэтому, если надо, торопитесь. Акция действует со 17 апреля по 1 мая. О подробности в описании. Итак, девочки, как же я ошибалась, когда думала, да что я, кристалл не вырежу, да легко. И резала вот как-то так. Маркером наметила приблизительную форму, так легче, и на камере лучше видно. Но на деле лучше обойтись просто точками, потому что полосы от маркера остаются на геле после сушки. Потом мне надоело, и я решила немножечко схитрить. Так получилось быстрее, легче, и главное, аккуратнее. Во-первых, выработалась следующая схема разреза. Четыре точки, и делаю надрезы в следующем порядке. На деле это выглядит вот так. Я взяла обычный файлик для документов, отмечаю ромб четырьмя точками, и провожу линии ножичком из строительного супермаркета. Он мне показался удобным, купила когда-то зачем-то, ну вот он и пригодился, хотя вполне сойдет любой канцелярский нож. Прекрасно, с этим разобрались, но теперь нужно решить, какой же фон использовать. Так много крутых вариантов с блестками, с людой, но реальная картина такова. На фотке, когда поймали блик, красиво, да, но в жизни на блестящем фоне грани безнадежно теряются в динамике. Ну да, конечно, сфоткать можно очень красиво. Если что, это блестки Adore номер 348, и окантовка из черного гель-лака, который я вмешала в базу, и нанесла с растушевкой к центру. Грани. Чтобы было время выложить камень, желательно брать что-то достаточно густое. Я взяла билдер-гель вот в такой консистенции. По сравнению с вырезанием, выкладывание вот этих самых камней дело очень даже приятное и легкое. Главное, чтобы заполнилось пространство под пленкой, и чтобы гель не затекал на пленку внахлёст. Я сначала нанесла тонкий слой геля на весь ноготь, а затем добавила еще объема, чтобы было из чего формировать кристаллы. Уже на вот эту объемную каплю по центру выкладываю нашу пленку. Давайте еще попробуем с другими блестками. Это кошка Adore X01 хамелеончик, чуть промагниченная на черной подложке. Смотрите, более подробно про выкладывание именно граней. Под центральный гель чуть просел, как мы видим, и вот эти вот места под уголочками нужно заполнить гелем, чтобы переход к боковушкам был более гладким. Каждую боковушку ровняют чуть-чуть внахлёст на центральный ромб. Благодаря этому не остается торчащих кусков засохшего геля, которые нужно потом срезать или пилить. При том, что кошка хамелеон и любые вообще изменения угла и падения света должны подчеркиваться эффектом хамелеон. В общем и целом, в жизни это выглядит вот так. Не могу сказать, однозначно нравится мне это или нет, но на фотке тоже очень красиво. Можно даже немножечко поймать переливающие цвета хамелеона под определенными углами, но кто будет заниматься этим в повседневной жизни? Для реальной жизни важно, чтобы дизайн выглядел хорошо под любым углом, в любом свете, а не только в каких-то особых определенных ситуациях. Коли же мы тут экспериментируем, камень мог бы быть еще и квадратом. Для этого вырезаем центральный квадратик и трапеции из боковушек. Схема выкройки выглядит вот так. Ну а в жизни это смотрится вот так. Этот квадратик я попробую еще на одном варианте подложки из цвета под названием Clutch Python от Vogue. На центр которого я накидала каких-то блесточек, еще модно в таком дизайне следу использовать, и обвела окантовочку металликом. Раскладка по тому же принципу. Натерли гелем ноготь, поставили в центр каплю и быстренько раскладываем. С таким гелем, как у меня получается, не слишком объемно. И с таким объемом вполне можно жить. Но если хочется выше, а встречаются в интернете варианты куда более объемные, нужен будет более густой гель. Короче, стив сами меня смущают две вещи. У геля не супер прямо слепительный глянец, и на сияющем фоне подложки грани теряются вообще. Конечно же, если это не фотография или не съемка под определенным углом света, а просто повседневный взгляд на вещи. Данный дизайн, в принципе, хочется сказать, что он выглядит как-то непонятно, но когда оно еще излишне блестит, вообще как будто навалили на ноготь все блестящее, что есть в доме, и сразу. И да, это вполне похоже на корейцев. В общем, на ручках решаем вопросы поступательно. Итак, ну, во-первых, от Роши дизайн из прошлого видео, ссылочку на него я оставлю в описании, если кому-то интересно посмотреть, как создавалось это чудо. И в качестве бонуса я хочу показать, как спиливаю вот эту красоту. Ну и все остальное мы тоже снимаем, конечно же. Если вы не возражаете, то в этом видео я опущу пилилова с маникюром, и давайте скорее приступать к новому царю ногтю. Из всего, что можно залить гелем под камень, натуральные текстуры показались не самым нормальным вариантом. Поэтому делаю розовый мрамор, а именно наношу камуфлирующую базу Artex 2.2, и кистью с белым гель-лаком, именно Fox 001, делаю разводики. Секрет этих разводиков в кисти. Правильная кисть, правильные разводы. Сушу и делаю еще один тонкий слой базы, он немного смягчит разводы на нижнем слое. А я между тем уже более тонкими, чуткими отпечатками оставляю резкие прожилки. Грубо говоря, делаю мрамор в два слоя. Также мне понравилось, как выглядит на фотках поталь по контуру, так что я мазнула немножко базы и отщипываю по кусочку на ноготок. Когда периметр заполнен, немножко притаптываю прям пальцем и просушиваю. На руках для большей надежности, для большей носибельности, я наношу первый слой топа так, чтобы запечатать фольгу. Просушиваю и ваяю кристалл уже на втором слое топа. Также, как я уже сказала выше, на руках я решила использовать густой топ для гель-лака, чтобы ноготь был более глянцевым. У Artex есть как раз подходящий, это rubber top, он ну очень густой и очень даже глянцевый. Я решила попробовать с ним. Нанесла центральную каплю, разложила, просушила. Руку клиентки можно вертеть во всех плоскостях, чтобы топ не стекал вместе с пленкой, так что можно периодически переворачивать ноготок вниз, чтобы масса топа вместе со всей аппликацией оставалась по центру. Данный дизайн уместнее всего обрамить чем-то более нежным, менее броским, поэтому я взяла прозрачно-белую ковер-базу от Fox 001, а кончик ногтя чуть заэропофила тоже белым цветом, чтобы на кончике белый был чуть-чуть поплотнее. Вывод. Дизайн на фотке красивее, чем в жизни, это 100%. Стоит ли овчинка-вычинки? Без трафаретов это запара. Проблема именно в фигурном вырезании, одно дело нарезать полосочек, как мы делали в старом видео, а другое дело какая-то фигурная нарезка прозрачной вечно ускользающей пленки. Собрать композицию на ногти оказалось очень легко. Если бы у вас были трафареты, вы бы попробовали такой дизайн? Или корейские тренды это все-таки еще слишком для нас, как думаете? По-моему, такой вариант, как получился на руках, еще очень даже жизнеспособный, но вообще посмотрите мое старое видео про геометрические блики. Там более адаптированный для нас вариант и по сложности выполнения, и по итоговому результату. Ну и в завершении, как всегда, давайте посмотрим на ваши работы по моим видео. Выкладывайте их в инстаграм с хештегом MashaCreate, я этот хештег регулярно просматриваю, лайкаю и некоторые работы отбираю, чтобы показать здесь, в конце видео. Поставьте этому видео лайк, если вам было интересно свои мысли по поводу такого дизайна. Напишите в комментариях, не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну и, конечно же, я буду рада видеть вас у себя в инстаграм и в других соцсетях. А с вами была я, Маша. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok